Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моих каналов. Итак, мацони за 3-4 минуты. Берем, доводим до кипения. Цельное молоко. Оно уже вскипятилось. И остужаем его до температуры 36-42. Вот в этом промежутке, в данном случае, у меня 40 градусов. Молоко остудилось. Беру его часть и наливаю приготовленную мною посуду для того, чтобы подготовить саму закваску мацони. Я ее 3 ложки разбавил тремя половниками молока 40-градусного. Вот я его подготовил. И соединяю данную закваску с молоком. Примерно 100 грамм закваски разбавить в 100-150 грамм теплого молока, такого же, 40-градусного. И перемешиваем. Перемешиваем. Стараемся. Вот, хорошо мы его размешали. Ну, недолго. Буквально секунд 10-15. Чтобы соединить закваску с молоком. И пока готовим к разливу, мы ее, кастрюлю накроем крышкой, для того, чтобы наш полуприкат не остыл преждевременно. То есть, надо стремиться к тому, чтобы температура не снизилась ниже 36 градусов. Это принципиально. Иначе мацони будет очень долго оседать. То есть, приходить в должный вид. Вот мы сейчас берем нашу кастрюлю и подготовленные нами стаканы. Можно ловником. Я обычно это делаю. Выстраиваю их, вот так строим. И, не торопясь, их наполняю. Ну, торопиться некуда, но мы заявили о трех минутах. Три-четыре минуты. Я думаю, это у нас. Этот промежуток временной у нас вполне получится. В простонародье данный продукт называется закваской. Это на юге России, в Украине его зовут закваской. На Северном Кавказе его называют мацони. Можно мацони добавлять, как я в данном случае в качестве закваски использовал мацони. Можно же использовать каймак. Можно использовать прежнюю закваску. И мы это дело закрываем. Все наши стаканчики закрываем крышечками. Закрыли. Следующая наша процедура. Это как можно максимально сохранить прежнюю температуру, которая не должна снизиться, как мы сказали, ниже 36 градусов. И как можно дольше эта температура должна сохраняться. Берем для этого укрывной материал. Наши полотенца, которые мы используем на кухне. Вот. Мы как бы его... Чтобы сохранить данное тепло на протяжении двух-трех часов. Примерно через 5-6 часов произойдет он, молоко этот продукт осядет. И получится у нас прекрасный мацони. Не кислый, ну, слабо кислый. Превосходный продукт. Приятного аппетита. Подписывайтесь на мои каналы. Следуйте. Вот такая предельно простая рецептура. То есть, что необходимо? Чтобы молоко было цельное. То есть, молоко должно быть сырое, коровье молоко. Можно козье, безусловно. Коровье молоко. Если вы возьмете в пакетах или в пленке молоко в магазине, то результат будет, скорее всего, плачевный. Если молоко восстановленное, оно никак не осядет. То есть, продукт не получится, сколько бы вы закваски туда не вложили. Вы переведете продукт. Если же вы приобретете сырое молоко, но у неизвестного продавца, есть риск того, что молоко будет разбавленное водой. В таком случае, оседая где-то посредине стакана, будет примерно палец, ну, сколько воды добавят в цельное молоко. Вода, естественно, проявится тонким слоем, что и эстетические, и вкусовые качества будут нарушены. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мои каналы. Приятного аппетита!